Мой дед Николай Новиков ушел на войну в 41 году. Тогда ему было 20 лет. Старший сержант артиллерии стрелкового полка. Командир пушки. Воевал с 41 по 44 год. Защищал Ленинград. Он был несколько раз тяжело ранен, но, несмотря на это, прошел всю войну и вернулся домой живым. Говорить о войне не любил. Плакал. Наверное, вспоминал весь этот ужас, который пришлось ему пережить. И таких, как он, миллионы. Живые и уже ушедшие. Но вот уже 7 лет Барнаульцы вместе со своими героями шагают километры боевого пути в едином полку. Бессмертном. В юбилейном году он должен быть еще более масштабным. И будет. Но в другом формате. В этом году в связи с пандемией коронавируса бессмертный полк пройдет в режиме онлайн. Я решила зарегистрироваться на сайте и рассказать историю своего деда, который прошел всю войну. Процесс несложный. Нужно ввести данные вашего героя, если и есть загрузить фото. На сайте polkrf.ru уже миллион историй. Мы примем участие в бессмертном полку виртуально. Это мой дядя Николай Иванович Титловский. Он был младшим лейтенантом и погиб в Сталинграде. Другой мой прадедушка Далина Дмитрий. Прошел всю войну, дошел до Берлина. Память о моих героях живет в моем сердце вечно. Я хочу рассказать вам про своего прадеда Ковалева Сергея Георгиевича, который прошел всю войну, воевал под Кёнинсбергом, был ранен, получил множество наград. По званию был старший сержант. Виртуальная колонна проходит на сайте бессмертного полка и на федеральных каналах. Героев вспоминают по всей стране. Но немало и тех, для кого долг перед своим ветераном, вписанным в бессмертный полк, выше обстоятельств. Так некоторые барнаульцы все-таки прошли священные километры вместе со своими героями. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.